У задержанного оперативники обнаружили вот такой трудовой договор, в котором написано, что он курьер финансовых документов. С этой Филькиной грамотой, иначе не скажешь, злоумышленник посещал пенсионера, к которым до его прибытия звонили сообщники и говорили о том, что их родственник стал виновником ДТП с серьезными последствиями. И для помощи ему требуется крупная сумма денег. Я говорю, сколько я должна заплатить? Она говорит, 800 тысяч. Я говорю, у меня таких денег нет. Она говорит, а сколько у вас есть? Я говорю, ну сколько? У меня есть вот 350 тысяч. Я говорю, больше у меня нет. Она говорит, ну давай частями тогда. Придет мой помощник, вы ему передайте деньги. За деньгами, собранными в пакет, приехал курьер. Он только спросил, что в больнице передать. Ну я и дала ему этот пакет. Сама в руки дала. И все. Он взял и пошел. Установлено, что от действий злоумышленника и его работодателей мошенников пострадало три пенсионерки в Балашовском районе и одна в Калининском. По каждому факту возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает, чтобы ваши пожилые родственники не стали жертвами мошенников, почаще проводите с ними разъяснительные беседы. Схема «Ваш родственник попал в ДТП» рассчитана на людей старшего поколения. При поступлении подобного звонка не стоит беседовать с неизвестными. Также не нужно впадать в панику и выполнять все действия, которые диктует мошенник. Прежде всего необходимо связаться со своими родственниками и убедиться, что с ними все в порядке, сообщить о подобном звонке в правоохранительные органы и никому не передавать и не перечислять денежные средства. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.